Я расскажу про свой рациональный рацион, который сформировался за 16 лет в практике. Я в первую очередь врач-терапевт. И всегда есть проблема лечения, оздоровления. И самое идеальное время для оздоровления и очищения организма. Мы себя питаем, а надо еще и очищаться. И утром получается самый идеальный период очищения организма. Утром не обязательно плотная еда. Иначе организм не успевает очищаться. И утром, прямо с 5.30 утра уже начинается активность меридианов почек, кишечника, желчеводящих путей. И поэтому обильное питье все рекомендуется утром. Это помогает как бы разжижать желчь. Она проблемная у всех, застойная. Ягоды и фрукты тоже все сочные, тоже обладают хорошим, ночеводным, дренирующим таким действием. Ну и послабляющим, конечно. И утром как раз активность меридиана кишечника и вообще кишечника. Поэтому утром мы при желании можем и не один раз сходить. С таким рационом можно и два раза, а в идеале оказывается три раза за утро. Главное пораньше встать, чтобы не пропустить вот этот период очистительный. Потому что позже уже нет такой активности. И вы остаетесь со вчерашней. Со вчерашней желчью. У нас город промышленный и в желчи. С желчью выводится много токсичных веществ. И это все утром надо выводить. И в этом я поняла секрет какой-то долголетия. Поэтому вся питание, диетология должно быть направлено на помогание организму. То есть не вложить в себя количество белка, какой-то нормы по белку. А уметь вывести то, что у нас не усвоилось, не переварилось. Чистая вода или минеральная вода. Можно пить чай потом, курильский, желчоконный, ягодный. Закорий с медом. Кофе здесь не написано. Но кофе можно вылить. Кофе я тоже рекомендую. Какой-нибудь полезный вариант делать для себя. Во-первых, с медом и сахаром. Во-вторых, туда добавить ложку чайной корицы. Потому что корица – самый сильный антиоксидант. Чайная ложка корицы в день. И белки глаз будут голубыми. Потому что мы смотрим по белкам. Если они мутные, красноватые, инъекция сосудиков, сосудистая сеточка такая, то это загрязненная внутренняя среда. Можно туда и нибирь, и лимончик. Сушеные ягоды и фрукты. И сухофрукты. Они тоже мочегонным действием обладают. То есть за утром вы несколько раз должны сбегать в туалет по маленькому. И это номер один для тех, у кого повышенное давление артериальное. То есть у нас первое средство при повышении давления мочегонное. Там сушеная смородина, сушеная клюква. Конечно, они мочегонно действуют. А это наша сибирская еда. Мы даже можем здесь жить без фруктов. И вот здесь фрукты практически минимально. У меня вместо фруктов щавель. Да, это наш фрукт майский, можно сказать. Щавель там по содержанию витаминов бешеное количество всего. И фолиевая кислота в любом зеленом листике. Витамина С огромное количество. Железа, магнца. Ну, очень много микроэлементов. Ну, можно и фрукты еще. Еще у нас завтра грейпфрут, апельсин, яблоко. Я здесь не пишу киви, груши, бананы. Я считаю, что они не нужны нам для иммунитета. Мы должны, еда должна быть максимально эффективна. То есть всегда надо повышать иммунитет. То в защиту от вирусов гриппа, сейчас в защиту от вирусов энцефалита, да, сейчас угроза клеща очень активная. Но опять заболевает ослабленный организм. А если у себя противовирусные системы мощные, а они зависят тоже от витамина С, то и бывает и клещ энцефалитный, и после укуса энцефалит не развивается. Поэтому, почему я груши, бананы, они сладкие, там мало витамина С, смысл их есть. Я считаю, что это баловство и слишком много сладкой жизни не очень, как бы улучшает наши здоровье, внешний вид и все прочее. Дальше идет самое у нас знаковое такое, это фруктово-ягодный коктейль, вот утром ягодный коктейль, он дает столько энергии, оказывается, он больше дает энергии, чем кофе. С этого коктейля, оказывается, энергии может хватать до пяти вечера. Можно ягодное пюре сделать, вот если все надоело, можно вообще желе делать, с агар-агаром, с пектином, с желатином. Дальше, орехи, да, перекус их можно днем, но утром они дают максимальную калорийность, энергию дают, у тех, у кого ее не хватает, кто привык каши есть все-таки, что-то плотное, орехи могут дать вот эту энергию. И разные семена тыквы, самая у нас противоглистная и чемпион по цинку, почему бы не поесть, кедровые, горсть хорошая кедровых орехов, все, и горячие руки сразу, горячая голова такая, ну, то есть активно работающий мозг, сразу ощущается, вот самая, я поняла, сибирская еда, не будет такой вот энергии после других орехов. Ну, я все время сравнивала с кедрового ореха, ну, видимо, он предназначен для того, чтобы он в сибирской тайне зимой их поел, и тебе тепло без перчаток, без варежек и без шапки, ты не замерз. За счет чего-то кедровый орех действует, ну, за счет огромного количества аргинина, там все 20 аминокислот в кедровом орехе содержится. Вообще, я лектор к кедровым продуктам, я лет 13, ну, с 2002 года я читала лекции о кедровых продуктах по России, в Латвии, в Казахстане, в Татарстане, везде. Ну, объехала почти все Россию, ну, питалась я с ней тоже. Вот, и собирала результаты тоже, я была поражена, вот, насколько он медицинский получается, то есть он чисто вот для врачей. Аргинин, аминокислота, которая является преобладающей в кедровом орехе, ее содержится 20% от всех белков, то есть все белки, 80%, 20% аргинин, а аргинин что делает, помните? Стимулирует образование оксида азота в сосудах, капиллярах, и оксид азота расширяет, как нитроглицерин, то есть расширяет коронарные сосуды, сердце лучше питается кровью, кислородом, то есть расширяет капилляры рук, ног, и, то есть улучшается везде микроциркуляция, и значит питание, что очень важно для зимнего региона такого, холодного. Ну, я считаю, что это стопроцентная почти защита от преждевременных инфарктов, инсультов, от вот этой преждевременной смертности, глупой, я считаю. Вот можно еще делать коктейли с мыхокедрового ореха, мелкого помола. То есть когда некогда жевать, коктейльчик взбили, и взять с собой в термокружку на работу, в машину, пока мы едем в пробках, еще допить этот коктейль. Калорийность там огромная, бешеная, и эти калории не превращаются в жиры. У меня в опасности вообще от семечек и орехов получить какой-то цельюлит, и в этом парадокс. Все обвиняют орехи в том, что они жирные, боятся, то, что они калорийные. Одних, кто у нас располнял на орехах, покажите мне этого человека. Но нет таких, я не встречала. И в конце у меня ряженка и творог натуральный. У меня в скобочках написано 1-2 раза в неделю, не каждый день. Но я поняла, у нас с молочными продуктами серьезные проблемы. Согласны? Коров здоровых навряд ли мы можем увидеть, они все-таки относительно здоровые. Поэтому я сейчас всех ориентирую на фермерские. То есть вы должны искать постоянно фермерские молочные продукты. Лучше козье молоко, еще лучше овечье молоко, еще лучше сыворотка молочная, которую я здесь не записала. Номер один от головной боли. И идеально сочетаются молочные продукты опять с ягодами, с фруктами. Ну да, вариант йогурта действительно идеальный. Или соусом песто, тоже замечательный вариант, очень вкусный получается творожок один-два раза в неделю, не больше. И в 12 часов начинается активность пищеварения. Именно в это время многие люди впервые хотят есть. И здесь оптимальны не белки, не мясо, не белковая какая-то еда, а именно углеводы, которые как-то с богатой энергией. Именно после них не бывает сомливости после обеда. Мы должны днем быть очень активны. Ну это казалось, что как раз вот эти каши, та же овсянка, не утром не выгодно, а в обед, то есть еще двойную порцию овсянки, я так пробовала, энергии очень много. И не надо такой большой разнообразный обед. Перемешивание там мешанина иногда сложно для пищеварения. Монопитание намного проще. И здесь тоже получаются углеводы. Каши, выпечка, хлеб, пицца, макароны, изделия, картофель, бобовые, их нельзя есть после шести вечера. Поэтому их остается только съесть на обед. Логично же. Потому что вечером углеводы не нужны, они же богатой энергии. Нам зачем вечером энергия? Не нужна. Нам надо наоборот успокоиться и пораньше вечь спать. Не сидеть до часа ночи там с компьютером, пытаться работать. У нас в 10 начинается период активности работы ночной печени. Когда она синтезирует белки, все там новые, как раз пластический материал. А мы в 10 не спим. Конечно, углеводы могут нас взбодрить. Поэтому никакой кашки, ни гречки, ни картофеля вечером я не разрешаю. Но в обед тоже не нужен салатик. Вы здесь не видите овощей. Салата у вас не будет энергии. И вы через какое-то время опять есть захотите. Поэтому на обед неэффективно брать салатик. Не советую. А взять, например, какой-то бобовый, нут, чечевичный суп, каши, гречка даже. Сюда плов можно включать, в принципе. Выпечка вкусная, полезная. Конечно, диетическая. С цельнозерновой мукой, с добавлением отрубей, со специями, чтобы все без сахара. И углеводы продолжим хорошо сочетаются с жирами. Кашу маслом не испортишь. Жиры тоже когда употреблять? Утром некогда нам. А вечером, ну, мы масло добавляем в салат, но очень хорошо к любой каше масло натуральное, опять фермерское, сливочное или горчичное, оливковое, можно там. И вот варианты обеда. Тушеная капуста с мясом. Пшеница проросшая в сыром виде. Если вы ее не съели, она миллиметр и дальше прорастает. Тогда я придумала ее отварить. Пять минут бросить утром, отварить и с собой перевожить в баночку. Даже теплее. Она получается как пирожное. Получается очень сладкое. Настолько вкусная проросшая пшеница. И в нее уже ничего можно не добавлять. Но я тут добавила еще соус песта. Еще вкуснее, чтобы было. Ну, а пшеница проросшая. Конечно, супер витамин Е там, бешеное количество. И у нас что-то начинает регенерироваться. То есть регенерация в организме, возможно, при достаточном количестве витамина Е. То же самое регенерация новых сосудов. После инфарктов. Для предотвращения. А все, у нас каша любимая, да, на воде с сливочным деревенским маслом. Гречка с грибами или с мясом. Льняная каша. Пицца полезная диетическая. Цернозерновые ковришки. Это только в обед можно. Горошницу, у меня любимые бобовые, нут отходной, маш, гороховый суп, вовы с овощами. Ну, у меня гороховый суп без картофеля. И без хлеба. Нельзя гороховый суп есть с хлебом и с картофелем. Тогда не будет вздутия. Ну, можно заживать под конец тмином, укропом, фенхелем. Известные петробонные. Ценность гороха потрясающая. В горохе содержат солевая кислота и новоселена, и никотиновой кислоты. С никотиновой кислотой можно легко бросить курить. Куритьщикам нужно приложить бобовы. Конкретно горох. У женщин уходят пигментные пятна с лица. Ну, это вообще фантастика, да? Оказывается, горох при язве желудка полезен. И с перстной кишки. Народная медицина использует горох и при диабете, и сахароснижающие средства. И гемоглобин может повышать то, что очень много железа в горохе. Как средств ваты джоги. Благодаря калию выводит лишнюю жидкость из организма. То есть мочегонное действие. Не будет отечности. И плюс препятствует образованию тромбов, выводит желчь. Я знаю, что питание бобовыми тоже является как бы профилактикой опухолевых процессов. При безоглеводной диете, то есть при похудении, при снижении веса, или противогрибковой, или противопухолевых, я рекомендую временно вообще углеводы украть и отдохнуть от них. И на обед только овощное рагу. Тушеные овощи. Можно с небольшим количеством мяса. Будейки, баранины и лимфи. Полдник. Если у вас получается сделать полдник, чай пить в 5 часов. Попить немножечко травяного чая. Я считаю, я фитотерапевт еще по образованию. И вот эти травы, которые я здесь выбрала для чай пить, чабрец, тушица, курицкий, чай, мята, они беспроигрышны. Потому что все находятся в нервном стрессовом состоянии. Если даже не вы находитесь, то ваши внутренние органы будут в таком состоянии. И в конце рабочего дня маленько прийти в себя. А специи, которые можно добавить, они маленечко дадут энергию дополнительную, взбодрят. Вот здесь, например, имбирь, корица, они считаются по восточной медицине от головной боли. Будет более свежая голова после тяжелого рабочего дня, после компьютера. И плюс с медом, орехами, с сухофруктами, с орешками будет легко. И с орехами вы опять получаете порцию витамина Е. Но все время надо как-то стремиться к регенерации, к омоложению. С молодых лет. Теперь переходим к ужинам рациональному. И здесь у нас остается что? Белки и овощи. Идеальное сочетание действительно белки с сырыми, свежими овощами. Не надо тушить овощи. Мы потеряем витамины. А нам витаминов надо больше и больше. И клетчатка станет не такой активной. А нам нужна хорошая клетчатка, чтобы утром был хороший стул от этой клетчатки. Вот что я рекомендую на ужин. Все возможные салаты из свежих и сырых овощей. И можно в большом количестве. 400 грамм можно съесть. И вы видите репа. Бесценная для нас овощ. Потому что она очень богата кальцием. Репа очень богата янтарной кислотой. Янтарной кислоты нет в других овощах. Она есть в крыжовнике, в ревине. Но мы мало едим крыжовника и ревине. А репу мы можем есть много, если ее заготавливать. И она очень сладкая, вкусная. Квашеная капуста. Детям ассорти с сырых овощей, хренодерта. Хрен обязательно надо использовать. Потому что, во-первых, он очищает лимфу. Он обеспечивает дренаж. Максимум вот этой свежей травы. Черемши, крапивы, щавеля. Плюс корень лопука. Идет мощная активация кроветворения. И гемоглобин. Все взлетает, нормализуется. И человеку не страшны опухолевые процессы. И к этим салатам можно добавлять мясо. Вот здесь, например, ваш строительный материал. Белок как раз и удачный. Идет яйца деревецкие или перепелиные. Можно в виде омлета с крапивой. Он весной принимает. Креветки, пральмарчики. Рыба, слабая лопосова. Супер полезная. Сельдь, скумбрия у нас на первом месте по ценности. Спаешь два куска скумбрии. Прямого посола. И съедаешь как два пирожного. И не хочется не запивать ничем. Ну и столько докладов по рыбьему жиру. Уже слышали все, да? Ценность. Хотя у нас в Сибири масло кедрового ореха. Это тот же рыбий жир. Абсолютно та же система простагландиновая. То есть тоже снимает воспаление, боль. Убирает эпитализацию. Потому что омега-3, там жирные кислоты, они участвуют в построении клеточных мембран. Поэтому та же язва желудка, гастрит, эрозии, эрозивные. В первую очередь кедровое масло терапевт должен записать. Со мной масло гораздо больше содержит, а ведь в печи в кедровом. Но она там другая. И она не подходит при проблеме печени. Льняное масло содержит альфа-линоленовую кислоту. Альфа-линоленовую. А в кедровом масле у нас пиноленовая кислота. Пиноленовая, вы понимаете, альфа-линоленовая должна еще в печени превратиться в допозагексогеновую. Или бейкоза-пинтоненовую, я путаю. То есть в истинный рыбий жир, который убирает воспалительные процессы, а в льняном масле вот эта альфа-линоленовая омега-3 должна превратиться в печени. А если печень застойная, жировая, там застой желчи, и всякие вообще там диффузные изменения поэзии, этого не происходит. Поэтому льняное масло нет. Только льняное семя. И в неограниченном количестве. Выпечка льня, сольно, сколько хотите. Конфеты делайте всякие, сирные такие, сольно. И поэтому а кедровое масло, пиноленовая кислота волшебная, которая не требует трансформации в истинный рыбий жир. И пиноленовая сразу убирает воспаление везде. И в горле, и в голове. Поэтому кедровое масло и в носик детям можно закапать, когда все воспалено, по горлышку прольется хорошо. И пить оно идеально для заживления ожога. То есть это исследование и в зарубежной, и в Томске. После лучевых поражений, то есть быстрее всего восстанавливается. Лучше не пихово. Лучше не пихово. За счет пиноленовой кислоты в облепиховом масле омега-6. Там нет омега-3. В облепиховом там только бета-каротин и витамин Е. А в кедровом много витамина Е. Там вот эта пиноленовая, которая убирает воспаление. Облепиховая воспаление не уберет. Облепиховая заживит. Понимаете? То есть и надо вместе их использовать. Например, там крема из кедра, звенящие кедры делают. У них крем ночной есть. Он оранжевый за счет облепихи. Основа кедровое масло. И с добавлением облепихового получается еще усилили бета-каротина оранжевого цвета. И когда мы на ночь намазываем лицо, у нас все витамины получены. Понимаете? И воспаление выходит. А где кедровое-то купить можно? Я звенящие кедры. Почему я звенящие кедры? Потому что я работала с многими производителями. Не все пускают на производство. Мне это не нравится. Хочется видеть производство. К сожалению, не все кедровое производство экологически честное. У нас везде деньги. Это человеческий фактор. То есть надо знать в лицо этого честного, совестливого производителя. Поэтому я считаю, звенящие кедры. Я два раза была на производстве. Все открыто показано. Сами деревенские жители и работают. И все экологически настолько с любовью сделано. Ну и вкус, конечно. Нет ни дорогой листы. Быстрый разлив. Здесь вот я пишу про жиры. Эффективные источники мерки. Не надо их бояться. Ни сала, ни кедрового масла. А кедровый орех вообще жирный. Там 65% жиров. Представляете, вот вы говорите, что следите. Вы следите 65% жира. А остаток там белки. Жир очень важен для защиты мозга, старения и для энергии. И, кстати, кедровый орех у нас очень важный источник йода в Сибири. Там огромная. Я знаю состав по микроэлементам кедрового ореха. Там я была удивлена огромным количеством йода. То, что нет у нас здесь морской рыбы, и природа так продумана, что мы не можем. Йод необходим для согревания тоже, как и оргиния. Вечером успокоительный чай. Обязательно надо пить. Вечернее успокаивающее чай питье расслабляет все мышцы спины. То есть все растягивается. То, что у нас и ночью бывает сжато там все. А напившись мяты, чабреца, души, у нас все расслабляется. И мы лучше спим и эффективнее. Мы тогда быстро, без 15.6 просыпаемся. Я вам самая главная схема такую сказала. И она очень эффективна. Продолжение следует...